И сейчас мы приглашаем на нашу сцену генерального директора госколпорации «Роскосмос» Юрия Борисова. Юрий Борисович, здравствуйте. Идем здорово за к вам. Добрый день. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте. 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 Действительно, наша страна является первооткрывателем для всего мира космоса. Все это достигнуто гением Константином Дуаровичем Циолковского, который теоретически обосновал в свое время полеты в космос. На практике Сергей Павлович Королев все это реализовал. Наши герои-космонавты Юрий Алексеевич Гагарин, Алексей Архипович Леонов и многие-многие другие являются первооткрывателями. И нам действительно есть чем гордиться. Ну, время бежит. Уже за много десятилетий космос превратился в достаточно индустриально развитое направление. Он стал коммерчески востребованным и, я бы сказал так, достаточно практическим. Вот, наверное, это слово. Сегодня многие из вас не могут представить себе даже жизни без космических услуг. Они уже ворвались практически в каждые дома. Согласитесь, прогноз погоды, устойчивая связь, широкополосная, особенно в тех регионах, где нет сотовой связи, высокоточная навигация. Каждый из вас наблюдает это, будучи в автомобиле, набирая пункт, куда ему надо приехать. Все это достигается благодаря космических услуг. И все это делают автоматические спутники. Вот я хотел бы об этом немножко поподробнее поговорить с вами. Вот один из основных приоритетов, на мой взгляд, сегодня, это создание многоспутниковых группировок. Почему многоспутниковые группировки? Десятилетиями и мы, и наши основные конкуренты, или, скажем так, ведущие страны, которые работают в этой области, создавали тяжелые спутники на высоких орбитах, заботились о том, чтобы спутник как можно дольше существовал на орбите, 5, 10, 15 лет, потому что это очень дорогостоящие мероприятия. Но при этом большие задержки, физика процессов такая, чтобы обеспечить надежную связь, если спутник на гео-стационаре, то задержка прохождения сигнала, она не позволяет общаться в реальном масштабе времени. Поэтому спутники стали опускать, чем ниже они, ниже их орбиты, тем меньше задержка, тем можно действительно общаться в реальном масштабе времени. Но они, конечно, меньше территории захватывают, естественно, их надо больше. Но, с другой стороны, изменились и требования к спутникам. Та элементная база, которая использовалась, скажем, при создании крупных стационарных спутников, на гео-стационаре и на высоких орбитах, специальная элементная база, классы «милитарь» или «спейс» ее называют, она должна выдерживать радиационную стойкость и вообще быть устойчива к различным внешним воздействиям. Постепенно эти требования стали снижаться, потому что надежность предоставляемой услуги стала предоставляться, обеспечиваться не надежностью спутников одного, а многоспутниковой группировки. И потеря одного-двух спутников мало влияет на предоставление услуги. Вот этот тренд, мировой тренд, это сегодня, по сути дела, основной приоритет всех ведущих космических держав. И, как вы знаете, сегодня запускаются десятками различные малые аппараты, уже есть и наноаппараты, технологии позволяют их создавать в малых весах и габаритах, которые обеспечивают самый широкий спектр услуг. И сегодня нельзя представить себе развитие экономики страны и переводы ее на цифровые рельсы без космических услуг. Особенно это важно для России. Почему? Потому что две трети населения, вернее территории России, практически не обеспечены сегодня гарантированной связью. А новые регионы, такие, как, скажем, освоение севера, северно-морского пути, без знания ледовой обстановки, без надежной связи, без высокоточной навигации, просто осваивать не представляется возможным. Поэтому спрос на космические услуги день ото дня растет, объемы космических услуг в денежном выражении на мировом рынке растут день ото дня. Где же находимся здесь мы? Ну вот я честно должен вам сказать, что на самом деле это наше упущение. Мы, уж простите за вульгарность, в какой-то степени проспали этот мировой тренд. До последнего времени мы создавали только крупные тяжелые спутники. Они действительно сложные в своем изготовлении. И мало занимались многоспутниковыми группировками. Вот я вам приведу такой пример. Я его часто привожу. Ничего в этом зазорного нету. Надо иногда и признавать свои ошибки, именно для того, чтобы вовремя их исправить и двигаться вперед. Мы до последнего времени теоретически могли создавать около 40 спутников в год. Ну что это для многоспутниковых группировок, которые должны насчитывать десятки, сотни, иногда и тысячи космических аппаратов. Вам хорошо известен такой персонаж, как Илон Маск. Достаточно очень серьезный товарищ. Я очень серьезно и отношусь к его достижениям. Человек, который перевернул в какой-то степени космическую индустрию. Это надо признать. Его космическая группировка Starlink, которая сегодня активно развивается, он практически запускает в неделю десятки аппаратов. А общая группировка к 2025 году, у него планируется достичь около 40, вдумайтесь, 40 тысяч аппаратов. И это не только Америка. Этим занимаются сегодня и в Китае. У них есть проекты по запуску аналогичных группировок и создания емкостью где-то 13,5 тысяч. Европейское космическое агентство над этим работает. Где же мы в этом во всем? Вот это основной вызов, на мой взгляд, и основной приоритет сегодня для нашей отрасли и практически для всей страны, потому что это очень важное направление. Последние события показывают, что без информации из космоса очень тяжело жить. Поэтому в наших планах сегодня резко нарастить нашу отечественную космическую группировку. Как правило, у нас состоит две трети из телекоммуникационных спутников различного назначения. Это связь, широкополосный доступ, обеспечение работы с интернет-вещами и дистанционного зондирования Земли, который в своем составе содержит, как правило, обзорные спутники, высокодетальные, чтобы можно было рассмотреть более детально тот или иной участок Земли. А разрешение оптических спутников сегодня достигает 0,3-0,5 метра. Представьте, можно разглядеть практически до деталей тот или иной объект. И, конечно, радиолокационные спутники, потому что в условиях постоянной облачности нужно смотреть за состоянием объектов и прогнозировать ту или иную ситуацию. Нельзя забывать и о научном направлении. Безусловно, нам нужно продолжать научные исследования, исследовать дальний космос. Его мы возобновляем в июле этого года с перерывом практически, сколько получается, 50 лет, лунную программу запуском автоматического космического спутника «Луна-25». Так вот, возвращаясь к многоспутниковым группировкам. На самом деле это новая индустрия. Нам нужно переделать ракетно-космическую отрасль и поставить ее на рельсы конвейерной серийной сборки спутников. Это совершенно другой подход относительно того, как мы работаем сегодня. Представьте, что можно собрать автомобиль где-нибудь в мастерской? Можно. А можно наладить серийное производство в мастерской? Нет. Форд еще в начале прошлого века придумал конвейер, и это совершенно изменило всю автомобильную индустрию. На самом деле, такие изменения произошли и в авиации. И вот сегодня они происходят и в ракетно-космической отрасли. Мы должны научиться выпускать серийное то необходимое количество спутников для космических группировок, которые необходимы экономике нашей страны. По нашим планам мы собираемся где-то к 2025 году, это небыстрый, к сожалению, процесс, выйти на выпуск около 250, желательно 300 спутников в год, а к 2030 году уж по крайней мере спутник в день надо гарантированно уметь делать. Вот именно такие производственные технологические мощности позволят нам находиться в мировом тренде и обеспечить необходимым, по крайней мере, минимум услуг для экономики и для обороноспособности нашей страны. Так что вот это основное направление, над чем мы сегодня работаем. Серийное производство потребует изменения практически всей модели производства. Это другая логистика, это стандартизация решений, это беззбойная работа кооперации. Вот изучая опыт наших коллег, космических ведущих держав, там такое понятие, как возврат аппаратуры от финалиста к кооперации практически исключен. То есть настолько отработанная технология и требования предъявляются кооперации 2-го, 3-го, 4-го уровня, что возврата в брака быть практически не должно. Иначе конвейер встает. Вот к этому мы должны прийти, и мы должны, хотим мы или не хотим, обязательно это сделать. Я думаю, что многие из вас, кто захочет связать свою жизнь с этой очень интересной, наукоемкой и высокотехнологичной отраслью, еще будете этим заниматься. Ну, теперь несколько слов. Это же все нужно еще будет запускать. Почему возник тренд многоразовости, многоразовых носителей? Именно для того, чтобы создавать многоспутниковые группировки. Потому что стоимость услуги, конечная, которую оплачивает конечный потребитель, она содержит и так называемые пусковые услуги. И поэтому, естественно, все конструкторы стали думать о том, как удешевить эту услугу за счет возвращения первой ступени, чтобы можно было ее несколько раз переупускать. Ведутся ли в России такие работы? Ведутся. Вот мы сейчас уже в хорошем темпе выполняем опытно-конструкторскую работу под названием «Амур-СПГ». Делают коллеги в Самаре, а двигатель делают в Воронеже. Это новый инновационный двигатель, использующий топливо метан, который как раз позволит обеспечивать свыше 50, может быть, даже 100 перезапусков первой ступени. Именно за счет вот этого переиспользования резко снижается стоимость пусковых услуг. Вот понимаете, что это комплексный вопрос. Одно тянет другое. Многоспутниковой группировки выданы ли требования к многоразовым носителям? Вот эти вещи, они очень связаны, и эти тренды, их необходимо улавливать и своевременно следовать им. Теперь несколько слов о пилотируемой космонавтике. Ну, мы открыли миру космос. Сегодня вся пилотируемая российская программа связана с эксплуатацией Международной космической станции, которая у нас уже летает свыше 25 лет. Она, естественно, уже пережила все свои гарантийные сроки, и ничего вечного в мире не бывает. В конце концов, наступит время, когда жизненный цикл этой станции прекратится. Сегодня мы решением правительства продлили работу российского сегмента Международной космической станции до 28-го года. Но время бежит быстро, и если мы не создадим что-то новое, мы можем прерваться в пилотируемой программе, что, на мой взгляд, просто недопустимо, потому что Россия имеет, пожалуй, самые богатейшие компетенции и опыт в пилотируемой космонавтике. Поэтому мы сейчас активно работаем над созданием российской орбитальной станции, которую планируем запустить первый модуль в 27-м году. Что это будет собой представлять? Что это за станция? И какие у нее будут задачи? Ну, сразу говорю, дело это не дешевое. Создавать подобного рода объекты, а это дорогостоящие объекты, и, конечно, нужно думать об эффективности использования этой станции, что полезного она может принести российской экономике. Во-первых, у этой станции будет другая орбита. Мало кто, наверное, из вас знает, что существующая станция МКС, имея наклонение 54 градуса, видит примерно чуть больше 10% территории Российской Федерации. Поэтому вести какие-то наблюдения, связанные просто-напросто с наблюдением территории, практически невозможно. Новая станция будет иметь другую орбиту, полярную, это около 97 градусов, и будет практически 100% видеть территорию России. С учетом освоения Северного морского пути несколько раз за сутки мы будем видеть ледовую обстановку на Северном морском пути и, конечно, можем прогнозировать ту или иную ситуацию. И хотелось бы, конечно, наполнить российскую орбитальную станцию, вывести ее на новый уровень научных исследований, которые так важны для освоения будущего, для полетов на Луну и на Марс. Радиационная обстановка на этой орбите немножко другая, она приближена как раз к Луне, и те компетенции, которые мы собираемся получить от работоспособной этой станции, они, конечно, помогут нам в будущем для дальнего космоса. Мы сейчас расширяем круг постановщиков задач, привлекаем ведущие вузы для того, чтобы они высказали свой новый, концептуальный, свежий взгляд на развитие российской пилотируемой программы. Ну, я чувствую, что в зале присутствуют и студенты ведущих вузов, так что это вызов для вас. Пожалуйста, ждем все ваши предложения, обещаю, что мы без внимания их не оставим. Несколько слов я бы хотел вам сказать вот о чем. Но это связано в том числе с Международной космической станцией. Нынешняя обстановка и та изоляция, в которую нас пытаются опустить ведущие страны-семерки Соединенные Штаты, значит, они, конечно, нарушили то взаимодействие, которое годами нарабатывалось еще начиная с проекта Союза Аполлона международного сотрудничества. Кто от этого страдает? По-моему, страдают от этого обе стороны. Я знаю прекрасно, что западные ученые, когда мы прекратили, предположим, проекты совместные по исследованию Марса, у нас был проект Экзомарс, для них это был серьезным ударом. Многолетние работы, огромные средства затраченные из-за введенных санкций, из-за политической ситуации, они обнулили работу многочисленных коллективов научных. Кто от этого выиграл, я не знаю. Значит, мы с достоинством и честью держимся, и перед тем не заискиваем, но, с другой стороны, и не отрубаем себе возможность международного сотрудничества. Я убежден в том, что, конечно, космос – это всеобщее достояние, и он должен быть вне политики. И это сотрудничество надо развивать со всеми, с теми странами, кто хочет и может с нами работать. И поверьте, что мы не одиноки. Я пытаюсь много ездить по миру. Значит, коллеги из других стран, азиатских стран, африканских стран, да и отчасти европейские страны готовы и хотят и будут с нами работать. Поэтому мы здесь не в изоляции, сами себя изолировать не будем. Будем работать. А теперь я готов перейти к вашим вопросам и готов ответить. Пожалуйста. Здравствуйте, Юрий Иванович. Меня зовут Николенко Дарья Александровна. Я учусь в 63-й школе города Новосибирска. Увлекаюсь историей освоения космоса. Юрий Иванович, мне не дает покоя один вопрос. Если человек высаживался на Луну полвека назад, то в чем сложность повторить это сейчас? Или сейчас поставленные задачи намного сложнее, чем раньше? Спасибо. Вы знаете, хороший очень вопрос, почему еще нашим предшественникам это достаточно, ну, вернее, на практике удалось сделать. Было несколько миссий Аполлона, были высадки на Луну, были много, значит, пусков автоматических станций с посадкой, был луноход российский. Почему же мы не можем сегодня это повторить? Можем мы повторить это? Луна на определенный момент перестала интересовать не только Россию, а практически все ведущие державы. Но вот последние исследования, связанные с возможностью добычи воды на Луне, на полюсах, открывают новые возможности для экспансии Луны. Будет вода, это практически что? Источник жизни. Поэтому с прогнозом того, что там есть вода, возрос и интерес к Луне. Но если говорить о технике вопроса, чтобы лететь к Луне, нужен носитель совершенно другого плана, сверхтяжелый. Нужно большой груз доставить туда, а если мы еще собираемся осуществить посадку, а в будущем экспансию, строительство лунной станции, надо доставить достаточно объем груза. Надо позаботиться об энергоснабжении будущей станции. А кроме ядерной энергетики сделать это практически невозможно. Вот это, кстати, хорошо, что вы мне напомнили этим вопросом именно это. Россия имеет безусловный приоритет сегодня в мире в области ядерной космической энергетики. Безусловный авторитет. Вот в видеоролике вы видели ядерный буксир, он у нас называется ЗЕВС, который мы собираемся к 30-му году уже на практике реализовать. Это вот одно из изделий, которое поможет в экспансии Луны. Мы его собираемся в совместном проекте с Китаем использовать. Этот буксир позволяет крупногабаритные конструкции с околоземной орбиты на окололунную орбиту доставить достаточно эффективно для того, чтобы потом уже серьезно задумываться об экспансии. Интерес к Луне связан именно с возможностью нахождения там воды. Повторить то, что сделали наши предшественники, конечно, можно, но на совершенно другом технологическом уровне и совершенно с другими целями. Не просто высадиться и флаг воткнуть, а серьезно исследовать Луну, как наш ближайший естественный спутник и подумать о том, как на практике можно использовать те ресурсы, которые там находятся. Спасибо. Спасибо большое, Юрий Иванович. Да, у вас есть еще и вопрос не только из зала, также и большая онлайн аудитория смотрит нас. Сейчас будет просьба к нашим коллегам вывести вопрос в предшедший ваш адрес. Юрий Иванович, с какими странами у нас сейчас самые близкие космические отношения? У нас неплохие отношения с Индией, с Китаем. Очень практически хорошие. С Китаем мы имеем соглашение именно по созданию международной научной лунной станции и активно работаем. Они заинтересованы в наших компетенциях по двигателям. Очень хотят получить их и разобраться, как они сделаны, чтобы потом повторить. Ну что, Китай есть Китай. Примерно подобного рода отношения у нас с Индией. Мы помогаем им в организации первого полета индийского космонавта. У нас есть проект такой Гагарьян. Более того, я вам скажу, что даже эта изоляция, которая навязывается нам семеркой и Соединенными Штатами, не распугала ряд стран, такие как Алжир, Мьянма, Вьетнам, Египет, Южная Африка, которые с нами прорабатывают различного рода контракты по запуску спутников, которые мы разрабатываем по их заказу и будем выводить на орбиту. Поэтому не так все плохо. Спасибо большое. Переходим снова к вопросам из нашей студии. Здесь Манеже. Друзья, у кого готов вопрос. Хорошо. Здравствуйте, Юрий Иванович. Меня зовут Диана Самойленко-Максимовна. Я приехала из города Тулы. И у меня есть такой вопрос. Ждете ли вы на работу в Роскосмос молодых специалистов? И гуманитарий также востребован, как технические специалисты? Спасибо вам за вопрос. На самом деле он очень серьезный. Отрасль находится, скажу вам, прямо не в очень хорошем состоянии финансовом и в кадровом. Отрасль стареет. Средний возраст сегодня где-то 44 с половиной года, что недопустимо для такой высокотехнологичной, инновационной и востребованной отрасли. Конечно, мы ждем молодежь. И, конечно, я в своей работе ставлю на молодежь. Мы сегодня планируем открыть 4-5 прорывных инновационных проектов. Одним из них это связано с многоспутниковой группировкой. Вот я вам рассказывал про Амур-СПГ. Это инновационная работа по возвращаемой ракете. И я как раз хочу поручить эту работу молодым коллективам. Для них это вызов. Я пытаюсь создать для них новые условия, чтобы они были не обременены той бюрократии и теми нормативными документами, которые, конечно, тормозят развитие вперед. Вот стараюсь их освободить, и для них это вызов. И что самое приятное, они откликаются. Вот тот, скажем, импульс, который я послал им по, скажем, этот вызов по созданию многоспутниковых группировок, подхватили. в инициативном порядке у нас коллеги ВСС Решетнева в Косноярске вовсю уже формируют участок конвейерной сборки малых аппаратов. Это очень приятно. Конечно, мы ждем молодежь. И я специально, несмотря на свою загрузку и время, езжу по ведущим вузам, вот недавно был в МАИ, поеду в ВТИ, в ФИСТЕХ, рассказываю, что такое современная космонавтика, что такое российская космическая отрасль. Какие приоритеты, какие задачи. Мы ждем вас. Любые профессии будут восприняты и востребованы в Роскосмосе. Спасибо большое. Да, друзья, космос, конечно, привлекает во всех отношениях. Итак, еще один вопрос. Вижу вас, прошу. Здравствуйте, меня зовут Бурик Ксения, я живу в Циолковском, во Мужской области. И мне выпала честь как-то раз побывать на космодроме в компании бывшего генерального директора Роскосмоса. Скажите, пожалуйста, в условиях реального времени, с учетом стройки второй очереди, какие перспективы у вас точного? Это основной космодром российский. Как вы знаете, мы сегодня имеем три космодрома. И вообще Россия, наряду с Соединенными Штатами и Китаем, имеет всю необходимую инфраструктуру, чтобы независимо осваивать космическое пространство. Мы умеем сами создавать ракеты-носители, мы можем сами создавать спутники, мы имеем необходимую инфраструктуру космодрома для их запуска, мы все имеем. Восточный это наше будущее. Мы сегодня не уходим с Байконура, Байконур будет продолжать свою жизнь, она будет связана с новым ракет-носителем Союз-5, и мы надеемся, что Байконур еще вместе с коллегами из Казахстана долго проживет. Но тем не менее, чтобы обеспечить независимый выход в космос, России нужен свой отечественный космодром, и восточный именно тот космодром, очень интересная стройка, очень интересный космодром, вы видели, что это действительно инновационный современный космодром, там в этом году будет завершен стартовый комплекс для ракетоносителя Ангара-5, и мы надеемся, что мы к концу года запустим эту ракету именно с космодрома Восточный, там именно там будет базироваться основная площадка, сборка, подготовка и запуск пилотируемой программы начиная с 27-го года. Восточный это наше будущее, ну и как вы знаете, есть еще космодром Плесецк. Очень интересный вопрос для того, чтобы как-то пропагандировать и продвигать идеи Роскосмоса и вообще этой отрасли, мы с удовольствием приглашаем на космодром Восточный, будем создавать с коллегами из соответствующего муниципалитета города Циолковского и с губернатором Хабаровского края значит, все необходимое, чтобы обеспечить максимальное присутствие желающих туристов на космодроме, создавая там соответствующую инфраструктуру, гостиницы, ну и все, что с этим связано. Приглашаю вас на космодром, пожалуйста. Спасибо за приглашение, за ваш ответ. Есть еще один вопрос, прошу. Здравствуйте, меня зовут Айденов Мурадин, я представляю Северо-Кавказскую государственную академию родом из Карачаева, Черкесской республики. У меня такой вопрос, что страшнее, взлет либо посадка воздушного корабля? Хороший вопрос. Ну я сам не летал, поэтому я вам о своих ощущениях рассказать не могу. Я вам неоднократно, конечно, присутствовал при запуске космических аппаратов, в том числе и пилотируемых. Когда ты наблюдаешь, что вот стоит корабль в Союз-2, наверху находится экипаж, а под ним 300 тонн взрывчатки. Как вы думаете, ощущения? У меня каждый раз сердце замирает, когда идет старт, дай бог, не дай бог, что-то случится. Конечно, физические перегрузки, которые используют, сегодня испытывают космонавты, значит, максимально они уже не те, которые, на которые испытывались нас первопроходцы, но где-то до 6-7 же при старте они испытывают, при спуске это немножко меньше, 3-4, не жалуются. Я сколько не беседовал с космонавтами, страха у них нет, у них есть желание еще и еще раз вернуться и увидеть нашу Землю с орбиты МКС. Спасибо. Спасибо. Одна девушка готова задать вопрос. Здравствуйте, спасибо вам большое за рассказ. Меня зовут Елизавета, я из Московского государственного университета имени Ломоносова. недавно посетили кинотеатр и были вдохновлены просмотром фильма Вызов и у меня вопрос следующего характера. Как вы думаете, как будет развиваться космический туризм в ближайшие десятилетия? Застанем ли мы то время, когда обычные люди смогут полететь в космос? Ну, хотелось бы надеяться на это, не знаю, какой прогноз по срокам дать. Это тоже такой устойчивый тренд, как вы знаете, у Илона Маска и у Базоса в Америке есть проекты коммерческие для того, чтобы туристов доставлять в космос и за счет этих проектов цена на эти космические узлы это же дорогое удовольствие, понимаете? Достаточно дорогое. Первые ценники для туристов, которые там в Роскосмос запускал же туристов, они были несколько десятков миллионов долларов. Конечно, такие деньги мало кто может себе позволить. цена на эти услуги должна падать, а она может упасть только тогда, когда это становится серийным. Думаю, что это тоже неотвратимо придет. Желание человека побывать в космосе, это какое-то, понимаете, естественное желание узнать, кто мы, откуда мы и что там. Поэтому остановить это невозможно, это будет развиваться. Цена на услуги будут падать, и, конечно, дай Бог, может быть, и вашему поколению, присутствующему в зале, кому-то посчастливиться, туристам побывать. А кто туристам не сможет побывать, денег не накопит, приходите к нам в отряд космонавтов, мы вас ждем. Спасибо. Благодарю вас. Вот есть еще один вопрос. Пожалуйста, да, мы вас видим, озвучивайте. Здравствуйте. Спасибо за ваше выступление, было интересно слушать. У меня вопрос, связанный с нашими материальными следами в космосе. Оставляем ли мы какие-то следы? Если да, то как мы боремся с космическим мусором? Очень актуальный вопрос. Особенно связанный вот с той динамикой наращивания космических группировок. Сегодня уже несколько тысяч объектов. Ну вот, чтобы вы понимали, сегодня действующих спутников свыше 7,5 тысяч. К 2025 году планируется с учетом всех планов наверное около 70, то есть на порядок вырастет. Особенно те объекты, которые уже перестали существовать, сроки активного существования, которых закончились и которые естественным образом снижаются и когда-то сгорят в атмосфере, а этот срок в зависимости от высоты орбиты может от нескольких лет до десятков лет, конечно они мусорят космическое пространство. И это становится проблемой. Вот те две нештатные ситуации, которых вы наверняка знали в январе и в декабре, в декабре прошлого года и в январе, которые случились у нас с нашими кораблями, когда метеорит и может быть мусор до конца мы еще в этом не разобрались, но точно это внешнее воздействие нарушило систему терморегулирования, по сути дела поставило под угрозу жизни экипажей. Это вопрос не праздный, это очень серьезный вопрос. И мы сегодня имеем программу, которая называется «Млечный путь», которая наблюдает за всеми объектами в космосе, даже мелкими объектами, для того, чтобы прогнозировать столкновение, для того, чтобы уводить, поднимая или опуская орбиты, исключая эти столкновения. Это очень важный вопрос. И я думаю, что вопрос космической экологии скоро станет достаточно актуальным. Вот, кстати, тот же ядерный буксир, который за счет просто физики может менять орбиты, что тяжело делать жидкостным реактивным двигателем в космосе, может использоваться как сборщик мусора, в том числе на высоких орбитах, уводя их в дальний космос или, наоборот, сажая их для того, чтобы они сгорели в плотных слоях. Очень актуальная проблема. Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Бабаян Константин. Я студент первого курса Московского института электронной техники. Мой вопрос следующий. Я очень активно интересовался советскими проектами в космической сфере. Все мы, наверное, знаем про Буран как многоразовый космический аппарат для многоразовых перелетов. Вопрос следующий. Есть ли в настоящее время современные проекты, которые призваны решить ту же самую проблему, как приемщики Бурана? И вот небольшой вопросик такой. Вы говорили о том, что ждете студентов, которые могут присылать вам какие-то свои проекты, куда это можно сделать? Ну, давайте так вот. У нас есть сайт Роскосмоса. У нас вот здесь у меня присутствуют ответственные коллеги, которые вам помогут в этом вопросе. Вот ведущие вам сведут, и вы с ними состыкуетесь. Теперь ваш вопрос про Буран. Действительно, это, ну, скажем так, пик Советского Союза, 89-й год. Уникальный проект с тяжелой ракетой, энергия, с многоразовым аппаратом, который первый в мире, и не повторен этот еще рекорд, в автоматическом режиме осуществил полет. Востребованы ли подобные проекты сейчас? Да, востребованы. Вот простой вам пример. Мы сегодня можем доставлять несколько сотен груза на Международную космическую станцию, а спускать на Землю мы можем только единицы килограмм. И для того, чтобы говорить о практическом использовании орбитальной станции, скажем, будущей российской орбитальной станции, нам действительно нужно транспортное средство, которое достаточно оперативно могло бы доставлять и спускать грузы, то есть результаты научных исследователей на Землю. Для этого признаны вот эти многоразовые корабли. Сегодня в Нигровском плане прорабатываются подобного рода значит, проекты. Они в серьезной степени реализации, в практической. Там много проблем. Вопрос в первую очередь это защиты теплоизоляции корабля. Вы, наверное, знаете, что много в свое время Советский Союз работал над технологией вот этих вот теплоизоляционных плиток. Вот. Ну, с учетом современных материалов, технологий, это вопрос решаемый. К сожалению, я должен сказать, что в первую очередь проблема стоит в финансовых средствах. Слишком много сегодня стоит перед нами задач и наиважнейших приоритетов, о которых я вам рассказывал, на все на это надо деньги. Ну, надеюсь, что мы выберемся из этой ситуации. Мы, собственно, из нее хорошо выбираемся. Я знаю, что у вас сегодня были докладчики, вы слушали и моих коллег, и нашего председателя правительства. Знаете, что ситуация с нашей экономикой не худшая, по крайней мере, не ту, на которую рассчитывали те люди, которые вводили санкции против нас. Время обязательно придет. Это востребованный продукт, и он очень нужен будет. Спасибо. Спасибо. Благодарим вас. Да, мы постараемся смодерировать предыдущий ваш вопрос по поводу куда же отправлять идеи. Обязательно чуть позже расскажем. Постараемся это сделать. Есть ли еще вопросы? Да, я вижу, вопросов очень много. У кого в руках микрофон? Вот, видим. Прошу. Добрый день. Меня зовут Анна. Я представитель делегации Луганской народной республики и являюсь классным руководителем очень любопытных пятиклассников. Мне бы очень хотелось узнать из первых уст, на что нам как педагогам обратить внимание во время профориентации, чтобы больше замотивировать детей обращаться именно в космическую станцию и получать образование в этом направлении? Вот я сам имею техническое образование и вот тот период 90-х годов, когда все вдруг ринулись в юристы и экономисты, он для нас достаточно болезненно прошел. Я сторонник технических профессий. Пусть это будут программисты, пусть это будут схемы техники, пусть это будут просто инженеры или конструкторы. Так или иначе вы соприкоснетесь с космосом. Космос это не только предприятие, которое входит в отрасль. Это, понимаете, как спрут. Это новые материалы, это новая элементная база, это новые решения в области приборостроения. На космос работает вся экономика страны и космос должен работать на всю экономику. Ну, что бы я мог посоветовать, пропагандировать, вот я буду выступать, коллег своих буду просить перед вами выступать. Вы должны знать, чем мы занимаемся, что вас ждет. Это очень, поверьте, интересно. У нас ведь доходило до того, что мы в отряд космонавтов не могли набрать кандидатов. Вот ведь до чего нашло. Я вспоминаю свою молодость, по-моему, у нас в детском саде каждый мечтал быть космонавтом. Так что велкам, мы вас всех ждем. А не было желающих космонавтов? Друзья, у нас есть большой шанс и самое время действовать. И я предлагаю еще на самом деле один вопрос из зала. Друзья, у кого сейчас уже микрофон в руках, волонтеры, давайте помогать. А, вот, молодой человек. По центру. Здравствуйте, Юрий Иванович, я Куватов Антон Тимурович, студент Тюменского колледжа, студент Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий. Хотел бы спросить у вас, есть ли в планах у Роскосмоса создание многоразовой системы на основе сверхтяжелого ракетоносителя и космического корабля для колонизации других планет. И, в общем, рассматриваете ли вариант колонизации в недалеком будущем? Спасибо. Ну, у вас серьезный вопрос, Антон. Я вот вам рассказал так пару слов о новой работе, о новом ракетоносителе, инновационном Амур-СПГ. Вот, те технологии, которые будут отрабатываться при разработке этого ракетоносителя, на мой взгляд, и на взгляд моих коллег, конструкторов, они могут быть использованы при создании сверхтяжелого носителя, который используется уже для освоения дальнего космоса. И многоразовость, безусловно, для того, чтобы удешевить эти услуги, это будет не, ну, скажем, обязательное требование при создании этого будущего носителя. Теперь вот я даже вам скажу такую вещь. Вот мы с Луной задержались по объективным обстоятельствам. У нас еще до сих пор работы по сверхтяжелому носителю не начаты. А без этого носителя говорить о серьезном освоении Луны невозможно. Просто физика такая. Поэтому мы сегодня Луну осваиваем автоматическими станциями, предусматривающие посадку, выбор места, забор грунта. А если говорить об экспансии и создании инопланетной станции, то мы это делать будем, следуя нашему подписанному соглашению с нашими китайскими коллегами. А вот Марс это вызов. Вот подумайте над этим. У Королева на самом деле, у Сергея Павловича, я ознакомился с его работами, Марс занимал первостепенный приоритет. Больше, чем Луна. Марс больше всех интересует. Вот давайте марсианский проект вместе с вами сделаем. Мне кажется, очень такой оптимистичный вызов, и я предлагаю на этом завершить нашу лекцию. Юрий Иванович, спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо. Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов. Дерзайте, мы вас ждем всех. И полетим на Марс в таком случае. Спасибо. Спасибо.